Почему? Хотят на аукцион выносить вот этот туалет наш, который, то есть его купит хозяин и делает там что хочет. Хочет платный туалет, хочет вообще что-нибудь там сотворить на этом месте. Вы понимаете, тут такая дилемма, вы написали в городе, в газете в одной, что там бомжи... Нет, я понимаю, конечно. Там бомжи, и получается, что это, во-первых, единственный туалет для всех людей бесплатный, больше нет. И это единственное место, где вот они сейчас могут быть. Морозы, ну и вообще зимой. Их не выгоняют. И получается так, что если этот туалет продадут, то... То людям негде будет. То людям будет негде, во-первых, просто бесплатно сходить в туалет пенсионерам, мамочкам, беременным, да? То есть не у всех же есть 10 рублей. А если, допустим, я просто так поняла, что это как бы, мы так объяснили, вот сейчас дамы, что это церковь против, что нельзя молиться, что там алтарь, а там туалет. Ну что, Бог простит? И еще вопрос у меня. Вот это стоит на соборной, на территории храма. Если это общественный туалет будет, это не храмовый. Храмовый туалет – это одно. А общественный, весь город сюда ходит, горит перед, извините, перед алтарем. Вы знаете, мне кажется, что если весь город будет ходить в бесплатный туалет, как вы сказали, гадить перед алтарем, Бог как-нибудь простит. А вот если там будет что-то платное, неважно, туалет или не туалет, то, по-моему, это немножко не очень хорошо. Это хорошо. Но неужели дачи, нет места другого, где бы такой храм стоять и гадить около алтаря? Я согласна с вами, но тогда, может быть, нужно сначала открыть другой бесплатный туалет, открыть другой бесплатный туалет. Тихо-тихо, там Евангелие читает. Открыть его, а потом закрыть.